Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол и это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня у нас матч против Кальяри и матч против Цитадели в 1-8 Кубка Италии. Итак, отлично у нас преимущество, 8 очков, Роналда лидер по бомбардирам. Также Манжукич делит вторую строчку вместе с Перишичем. Итак, сегодня мы выйдем первым составом против Цитадели. В Кубке мы выйдем вторым. Посмотрим, как у нас сыграет. Второй состав. Надо дать отдыхать еще и первому. Сыграем мы в желтом. Ну а пусть Кальяри в основной своей форме. Итак, чемпионат Италии. Кальяри готовится к серьезному сопернику. Ювентус лидер чемпионата Италии. Подготовка колоссальная для игроков Кальяри. Вот они готовы сегодня давать бой и постараться отобрать очки. Ну что ж, поехали! Ой-ой-ой, и Дуглас Кост еще в таком симпатичном падении решил пробить. Но... В створ мяч не полетел. Вот так вот хорошо Белерин спьяничал. Самый скоростной правый фланг в Европе. И вот так вот. Отлично! Весь правый фланг принял участие в этой атаке. И Роналду забивает очередной свой гол. Итак, это первый гол Ювентуса в этом сезоне. Точнее, в этом году, в 2018 по сезону, так если смотреть. И... 14-й гол Криштиан Роналду. Первый гол Роналду в 2018 году. Вот он, Дебала. И видит он Криштиану. И забивает все-таки со второй попытки. Попадает Криштиану. И забивает гол. Дубль Криштиан Роналду. В первом матче в 2018 году. Вот здесь вот. Хотел уже пробивать левый. Попал в защитника. И вот так вот уже аккуратненько, низом. Забивает 15-й гол в чемпионате Италии. И что ж, друзья. Победа 2-0. Победа в гостях. Приятная. 2-0. Дубль Криштиану Роналду. Естественно, он становится игроком этого матча. И игрок травмирован на 2 месяца. Миролим Пьянича. Получает вывих плеча. Спасибо Бенате. И спасибо нам, говорит Криштиану Роналду. Ну что же, матч против Цитадели нас ждет. Лучший пока что бомбардир. Это Ковнацкий. 3 мяча из Самбдори. Этот футболист. Для нас это вроде первые матчи. Только в Кубке Италии. Поэтому нужно хорошо начать. И вот они пошли. Предложение. Дэниэл Ругани. Ну я вообще-то не знаю даже. Хотя 42 миллиона нам предлагают за него. Можно поторговаться. Тем более это ПСЖ. И давайте попробуем за 50 миллионов. Давайте уж тогда за 48. Наемерис согласился за 48 миллионов купить у нас Дэниэли Ругани. За Ругани я бы хоть как бы поиграл. У меня есть состав сборной Италии. Если что на этот счет. И так мне не нужны форварды вообще. Раз теперь у нас. Вот Юли. Почему бы и нет. Почему бы. А он недавно только перешел. А если все-таки попробовать начинать с ним договариваться. Нет. Ну так что. Пока что нам. Говорят что нет. Давайте попробуем подписать одного российского игрока. Это Джорджи Джикия. Пусть последит пока. 18 дней. Просто очень замечательный игрок. Георгий Джикия. Как и для Спартака. Так и для сборной России. Он просто один из лучших защитников. 100 рара давайте возьмем. Итак. Теперь у нас играет второй состав. Здесь у нас играет Дэниэль Ругани. И если он уйдет в ПСЖ. То скорее всего. Переход Джикия. Будет согласован. Итак друзья. Ювентус стадиум. Ювентус цитадель. Итак. 1-8 кубка Италии. Поехали. Здесь вот очень хорошо. Сейчас Марио Манджукич. Внимание. Манджукич. И Чистаянов прямо из шестерки достает. Какой же хороший был сейчас удар. Так еще резко полетел вниз. И Маркизио. Хороший был сейчас момент у Клаудио Маркизио. Александр Зинченко. И бежит, бежит Зинченко. И будет бить и гол. Это Александр Зинченко друзья. Это Александр Зинченко. Забивает гол. Ворота цитадели. Кубок Италии. 1-8. Вот так вот он шикарно получил мяч. И здесь его уже просто никто не держал. Ушел здесь вот у него соперника. И пробил из-за штрафной. И это первый гол Зинченко. В Кубке Италии. И скорее всего это первый гол Александра Зинченко. Вообще за Ювентус. Ух какой гол. Я просто не поверил в это. Я так же в таком же шоковом состоянии сейчас находился. Как и голкипер. Мне показалось мяч вообще не летит в створ. Просто по реакции голкипера это было так понятно. Но вот здесь вот получает мяч. И пробивает из-за штрафной. С хорошей подкруткой. И просто шикарный гол. Марио Манджугич забивает. И это 2-0 уже Ювентус обыгрывает Цитаделью. И Хадира делает счет уже 3-0. Спокойно забивает сами Хадира. Ювентус делает счет разгромным. И забивает вот так вот на спокойном действии Бернардески. Просто взял мяч и аккуратно прошел. Его уже никто не держал. Все игроки устали. Вот здесь мы видим наложен и вот так вот просто прогулочкой в дальний нижний угол. Забивает Бернардески и делает счет более разгромным. 4-0. Ну что ж, заканчивается матч Кубка Италии. Разгром Ювентуса. 4-0. По первому тайму было все замечательно для Цитадели. Но расклеились. Благодаря Зинченко мы точно выигрываем. Итак, давайте посмотрим. Самбдорио выходит против Аталанты. Рома обыгрывает. Неизвестна для меня команда Наполя обыгрывает. Киева 1-0. И пока что вот мне интересно посмотреть за Интером, Миланом и Лацо. Итак, гол Зинченко, мне кажется, многое решил. Для Ювентуса во втором тайме кубковой встречи. На его гол стал первым в ворота Цитадели. И Дэниел Ругани продан в Парис-Сан-Жермен. Просьба об аренде. С Турара хочет в аренду. Ну что ж, мы не против. Так, и вот он С Турара. Добавим его в аренду. Так, ну что, теперь давайте в центр Трансеров пройдем. И попытаемся подписать контракт. Ну я не знаю, миллионов 15 мы попробуем сначала предложить. Где-то такой он и стоит. Скорее всего. Ну, значит, дешевле стоил Джики, раз они так быстро согласились. Миллионов 10, наверное, стоил. Ну, рейтинга я шикарного не ожидаю. Рейтинг 77, 76, где-то так 75 может быть. Итак, нерегулярный. Они, естественно, согласны. На сколько? Давайте на 4 года пока. Да, отступные мы тоже не собирались прописывать. Итак, зарплата. Зарплата. Я вообще не знаю, сколько у него там зарплата было. Давайте 70 предложим. Ага, ну мы почти угадали. Да, мы принимаем. И Георгий Джики переходит в состав. Сколько рейтинг? 77, но это было. Стоимость. Ну, практически я угадал. Там они бы начали бы все равно больше цену накручивать. И себе предложил бы 10 миллионов. Ну, а так вот он. Первый зимний трансфер Югентус и Манджукид. 584 рейтинг стал. Вот. Это и сказывается. Лучший бомбардир. Один из лучших. В тройке он уже находится. Да. Итак, давайте Югентус похвалим. Шикарная команда. С шикарным тренером. Итак, спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Поставьте лайк. Во-первых. Так, здесь бы нам, я не знаю. Давайте сразу разберемся с составами. Пока. Маркизи сюда пойдет в этот состав. Оттуда мы уберем Маркизи и поставим пока что Стурара. Вместо Кирина здесь вот у нас будет играть Георгий Джики. Итак, разобрались с двумя составами. Поставьте лайк обязательно, болельщики Спартака. За то, что Джики теперь будет играть в Ювентусе. Сейчас мы узнаем, с кем мы будем играть в следующем выпуске. Но это уже точно с Дженуа. Мы это увидели. С Дженуа и с Торино. Это уже получается четверть финала Кубка Италии. Против Торино. Я читаю, что они все-таки вышли. Посмотрим, какие еще есть пары Рома Удинезе будут в этот же день. Ну что ж, снова Кубок у нас будет. Ну что ж, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. С вами был Андрей Хорев. Канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания.